Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! С вами Ольга Демчук, практикующий психоаналитик. Сегодня я решила разобрать непростую тему, тему страха мужчин перед женщинами. Так сложились обстоятельства, что у меня в анализе много мужчин, и у меня была возможность исследовать эту тему. Итак, почему мужчины боятся женщин? Этот страх находится очень глубоко в бессознательном. Именно мать принимает решение жить или не жить мужчине. И поэтому перед женщинами у мужчин есть определенный внутренний трепет. Особенно если мать раздумывала делать ей аборт или же рожать ребенка. Тогда этот страх уничтожения женщины буквально прошит в каждой клетке мужчин. Когда я говорю о страхе мужчин перед женщинами, я несомненно говорю ту информацию, которая относится и к женщинам. Страх женщин, авторитетных, от которых ты зависишь. Почему у мужчин этот страх перед женщинами больше, чем у женщин перед женщинами? Потому что у женщины происходит смена объекта. Когда девочка растет в семье, и родители ей не дают вот этого безусловного счастья, она начинает мечтать о мальчике, о принце, который придет и сделает ее счастливой. Поэтому очень часто у женщин есть некоторое протестное поведение, когда они протестуют против родителей, находят какого-то мужчину, влюбляются. И если с первой любовью ничего не складывается, то человек может рухнуть в депрессию. У мужчин такая смена объекта не происходит. У мужчин как мама была главным человеком, так и женский объект продолжает дальше быть как бы главным человеком, от которого зависит счастье. Когда я работаю с психикой, я вижу, что самое сильное влияние на человека оказывает именно довербальная травма. Когда человек был беспомощным. Я много раз говорила о том, что довербальная травма, она меняет идентичности, человек становится младенцем. То есть, когда с ним происходят определенные обстоятельства, он погружается в состояние беспомощности младенца. Он испытывает младенческий ужас, когда ты ничего не можешь сделать и не можешь изменить ход событий. Мужчины более склонны попадать в эти довербальные травмы и чувствовать эту довербальную беспомощность при отвержении их женщины. Потому что у них мгновенно включается память о том, что они пережили рядом с матерью. Поэтому к женщинам мужчины относятся чаще всего очень полярно. Они их или боготворят, или же считают исчадием ада и причиной всех бед. Поэтому внутренний надзирающий объект, я про него часто говорю, он всегда с женским лицом. И у мужчин, и у женщин. Те травмы, которые наносят отцы девочкам, когда их не принимают, не считают их принцессами, они уже вторичны. Потому что если у ребёнка нет принятия себя, то поведение отца, например, по отношению к девочке, оно ляжет уже на тот фундамент, который был. Когда я говорю про травмы, я говорю про то, что ребёнок ожидает и ему не дают. Очень многие родители, они не могут этого дать, потому что они сами росли в аналогичных обстоятельствах. Но у ребёнка есть фантазия о том, как ему надо, как ему хочется. И так как эти фантазии детские, они иногда вообще не соответствуют реальности. Ну, например, мужчина хочет, чтобы его женщина была более нежной. Но если у женщины уже сформирован характер, и все женщины во всех других поколениях были грубыми, то ей неоткуда это взять. Несомненно, в ходе долгой работы над собой она может это как-то изменить, но вряд ли. И мужчина как бы травмируется об эту грубую женщину, не понимая, почему он выбрал себе такой объект. А выбирают объект, схожий на женщин из прошлого, потому что этот внутренний надзирающий объект, который постоянно атакует мужчину, создаёт громадное количество напряжения в бессознательном. И когда я нахожу кого-то с подобными чертами вовне, мне становится внутри легче, потому что тогда я на себя могу не нападать, на меня уже нападает женщина, которая похожа на мой внутренний надзирающий объект. То есть план по нападению выполнен. И поэтому я сам себя, как мужчина, могу меньше терзать. Меня терзает кто-то извне. И когда формируются ложные я, там центральная идея всегда замешана на отношениях с объектом. И если человек не может сам продуцировать смысл жизни, ему очень важно, чтобы был тот, ради кого он это будет делать. И так как у мужчин эта смена объекта не произошла, ему нужна женщина, ради которой он будет жить. Потому что так сформировалась его личность. И вот это вот отношение к женщине строится по тому же принципу, как строится отношение внутри с внутренним нападающим объектом. Человек помимо воли выбирает другого с теми же чертами. Аналогично относится к женщинам, но у женщин есть лазейка. Они ищут мужчину, и поэтому мужчина, он как бы более отдален от этого внутреннего нападающего объекта, который всегда с женским лицом. Вот это вот ощущение, что ты находишься в плену, когда я начинаю разбирать структуру внутреннего нападающего объекта, все говорят, он везде, он окружает меня. Потому что он влияет на всё, на восприятие мира, на восприятие себя, на постановку целей. Человек постоянно пытается достичь этой точки безусловного счастья и постоянно ждёт, что там оно наконец-то наступит. Итак, вернёмся к мужчинам. У мужчин безумный страх, что женщина будет им недовольна. Потому что у него мгновенно включается припоминание того, как была недовольна им мать. Поэтому мужчина бессознательно постоянно ждёт нападения от женщины. У него есть предвзятое отношение к женщине, потому что он безумно боится провалиться в тот невербальный страх, где он был абсолютно беспомощным. Поэтому мужчина, ожидающий нападения от женщины, думает, что он контролирует ситуацию. Вот сейчас она на меня нападёт, а я отобью. И поэтому многие слова женщин могут восприниматься искажён. Я не пытаюсь сейчас сказать, что все женщины прекрасны, а все мужчины ужасны и так далее. Но у мужчин недовольство ими женщиной воспринимается гораздо болезненнее. Потому что включается вот этот самый довербальный ужас. И из-за этого ожидаемого нападения мужчина может быть бессознательно заведомо предвзято агрессивен по отношению к женщине для того, чтобы не попасть под власть к ней. Когда я готовлюсь к нападению, ты меня уже не победишь. Я уже приготовился. Я тебе сейчас дам отпор. Страх, что женщина не будет рядом. Многие думают, что женщины больше зависят от мужчин. Это не так. Мужчина больше зависит от женщины. У женщины больше власти над мужчин. И вот этот страх покидания меня женским объектом и принуждает мужчин очень долго терпеть отношения, которые их не устраивают. Потому что, опять же, уход вот этой женщины, которую он назначил на роль смысла своей жизни, как будто полностью уничтожает личность мужчин. Это, опять же, вспоминание. Мама уйдёт, я без неё пропаду. Поэтому мужчине очень важно сделать женщину зависимой для того, чтобы женщина никуда не делась. Эта зависимость бессознательно делается разными способами. Например, покупается деньгами. Или же мужчина хочет бессознательно, чтобы женщина не работала, её инфантилизировать, сделать так, чтобы она была рядом и никуда не делась. И женщина часто попадает в эту ловушку, потому что, когда женщина уходит в декретный отпуск, она покидает работу на какое-то время. Мужчина стремится бессознательно сделать её зависимой, заключить её в плен образа домохозяйки. А женщина, являясь носителем внутреннего ребёнка, который хочет беззаботной жизни и счастья, чтобы о ней заботились, соглашается на это и деградирует в этом состоянии. То есть она становится как бы ребёнком, она отождествляется со своим внутренним ребёнком, который ни за что не отвечает, ни к чему не стремится, живёт на иждивении, ему покупают компьютеры, за него принимают решения, ему даёт ребёнку деньги на одёжку. И таким образом она и создаёт себе этот плен, где для неё развитие является угрозой потери этого рая. Поэтому мой совет мужчинам, не лишайте женщину реализации, не лишайте её работы. Потому что когда вы её делаете зависимой от себя, в какой-то момент она вас ненавидит, начнёт ненавидеть как своего тюремщика. Поэтому у женщины должно быть какое-то занятие обязательно. Иначе брак может развалиться. Также фантазия, что это я разрушил мать. Это принято в нашей культуре. Говорить так с детьми — это из-за тебя, так это из-за тебя, так я нервничаю, из-за тебя мне болит сердце, из-за тебя я не сплю ночью. Так растили наших матерей, и так матери растят нас. Поэтому это невыносимая вина, что я виноват в состоянии другого, принуждает мужчину вообще полностью в протестном поведении отвергнуть боль другого человека, переживание другого человека. Потому что если он согласится на эту вину, то ему придётся себя наказать. Он будет себя чувствовать вечно виноватым и вечно не таким, как надо. Поэтому когда женщина, например, говорит мужчине, ты делаешь мне больно, у мужчины включается вот эта самая вина, внушённая женщиной, и он реагирует на слова «ты мне делаешь больно» как на обвинение, а как не на информацию о состоянии женщин. Поэтому, это уже совет женщинам, будьте очень аккуратны в своих формулировках. Потому что если вы говорите о чём-то, о себе мужчина реагирует агрессивно, это говорит о том, что у него синяк на месте вины. Ему беречится, что вы его обвиняете. Поэтому, например, я когда говорю с мужчинами с такой проблемой, я говорю, что то, что сейчас я говорю, описывает моё состояние, и я ни в коем мере не говорю о вашей виновности. И ещё один пункт. Я обязан ей всем. Действительно, мы обязаны матерям своей жизни. Но здесь важно понимать, что мать рожает ребёнка не ради ребёнка, а ради себя. У женщины заложен инстинкт продолжения рода. Это прошито в наших генах. И женщина очень часто себя чувствует не полностью реализованной, если она не познала материнство. Также женщина рождает ребёнка для того, чтобы заткнуть пустоту и бессмыслие. И поэтому мысль, что женщина рожает ребёнка ради ребёнка, она редко имеет истинное зерно. Женщина рожает ребёнка для себя. И любой матери очень сложно не заботиться о ребёнке, потому что она мгновенно попадает в чувство вины. Поэтому забота матери — это забота о собственном хорошем материнском образе. Но опять же, в нашей культуре принято упрекать и говорить, что ты мне обязан всем. Я ради тебя ночью не спала, я ради тебя мучилась, я ради тебя работу бросила. И вот это внушение мужчины вины, повторяю, что у девочек это тоже может быть, но из-за того, что идёт смена объекта, это не так ярко. Мужчина вынужден или же быть рабом женщины, или же противостоять женщине. То есть в этом протестном поведении он пытается отвоевать право на самого себя у самого себя. Потому что я напоминаю, что внутренний надзирающий объект строится по образу и подобию матери. И тогда мужчине для того, чтобы разрешить себе себя, ему приходится быть в протесте, ему приходится воевать, потому что у него есть два расположения рычага. Или раб, или враг, или раб, или враг. Важно понимать, что мужчины часто обесценивают женщин, а я с этим встречалась неоднократно, когда мужчины, вне зависимости от интеллекта, женщины считают их глупыми, и недалёкими. Это действительно так. Происходит из-за вот всех этих страхов. То есть, чтобы мужчине справиться со своим бессознательным страхом, с хранимым младенческим ужасом беспомощности, ему, женщину, надо как бы заранее обесценивать или же идеализировать для того, чтобы не бояться. То есть, для того, чтобы не бояться другого, у нас есть два варианта. Или идеализировать его, или обесценить его. Когда мы говорим об иррациональном страхе. Поэтому мужчины обесценивают женщин, всячески их там обзывая, считая недалёкими, а женщины обесценивают мужчин, потому что у женщин тоже есть страх мужчин. Мужчина, он физически сильнее женщин. Женщине страшно. Поэтому женщина, в свою очередь, пытается точно так же подавить мужчину для того, чтобы перестать меньше бояться его. И люди отношения друг с другом строят на основании вот этого страха друг друга, пытаясь подавить, подмять, обесценить, вогнать в комплекс неполноценности чувством вины. Поэтому, дорогие женщины, наблюдайте за тем, как вы себя ведёте. Потому что очень сложно рядом с мужчиной не влететь в контрперенос и не занять место его внутреннего надзирающего объекта вовне. Вам кажется, дорогие женщины, что вы получаете власть над мужчиной, становясь его внутренним надзирающим объектом, но не удивляйтесь, что в какой-то момент он начнёт с вами кровавую войну психологическую, пытаясь забрать обратно свою свободу. Точно так же и вы, уважаемые мужчины, пытаясь подавить женщину из-за страха перед ней, и, возможно, вам будет казаться, что женщина, о, она всё в моей власти, она никуда не денется, можете столкнуться с протестами, когда женщина тайно от вас заведёт любовника для того, чтобы отомстить вас за тот плен, который был создан. Именно поэтому мужчинам нравятся женщины, которые хотят им нравиться. Женщины на каблуках, в коротких юбках, которые демонстрируют, я хочу тебе понравиться, кажутся мужчине менее безопасным объектом. Но на самом деле это те женщины, которые уже заранее манипулируют внешним видом, они пытаются захватить эту власть и получить то, что им причитается от мужчин. То есть мужчины не боятся, нет, мужчины не боятся самых опасных объектов для них. Очень важно отделять в отношении к женщине свои прошлые страхи от нынешней существующей обстановки, от того, какая женщина. И важно понимать внутри, что с вами происходит. Потому что играть вы можете всё, что угодно, но мы общаемся на уровне бессознательного гораздо больше. И если у вас есть этот страх перед матерью, если у вас мощный внутренне надзирающий объект с женским лицом, обязательно. То даже если вы будете кричать на женщину, когда она кричит на вас, на бояться внутри, вы будете этим самым давать право этой женщине кричать на вас. Анализируйте свой страх. И если женщина у вас крикливая, это значит, что вы её боитесь. Потому что как только вы справитесь со своим страхом, женщина поймёт, что кричать на мужчину нельзя, но потому что он как минимум её сильнее. И вот это вот ощущение собственной беспомощности рядом с женщиной, это очень интересный момент, когда мужчина становится ребёнком рядом с женщиной, которая им недовольна. понаблюдайте, как меняется ваша идентичность и какого возраста вы становитесь, когда женщина недовольна, когда женщина не хочет быть с вами рядом. какого возраста вы становитесь. Необходимо отделять страх из памяти от того, что сейчас есть по факту. Вот это вот «я без неё умру» это точно из младенчества, это точно из того времени, когда вы были ребёнком. Вот такая вот небольшая лекция на эту тему. Меня просили давно её записать, и я её записала. Попрошу вас, как всегда, под видео написать свои комментарии. Особенно буду благодарна комментариям мужчин. Какой из этих страхов для вас самый яркий? Она будет ну и недовольна, её не будет рядом. Это я разрушил её, это я во всём виноват, я обязан ей всем. Также я попрошу женщин написать комментарии, что вы видите в своих мужчинах. Какой из этих страхов у него доминирующий? И не пользуетесь ли вы бессознательно этим страхом, манипулируя и паразитируя на нём? Также напомню, что весной будет школа Игры Разума. Приходите. И на Новый год я готовлю для своих подписчиков интересный подарок. Уверена, вам понравится. Попрошу вас, как всегда, лайкать. Ваш лайк – это благодарность за мою работу. И те, кто ещё не подписался, подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего. До свидания.